Добавлю счет в серии ПК-2-1 в пользу «Газпром Югры». Сегодня проходит очередной матч между командами. Между тем на стадионе «Заря» завершился городской этап турнира «Кожаный мяч». В этом году в нем поучаствовали 3300 юных футболистов в возрасте от 10 до 15 лет. Теперь сильнейшим дворовым командам в трех возрастных группах предстоит защищать честь города, соревнуясь с лучшими областными коллективами. На финале «Кожаного мяча» побывал Михаил Якимов. Эти мальчишки футбольным мячом владеют мастерски. Могут и пробить как следует, и точную передачу отдать. Лучшие дворовые команды Новосибирска играют в финале городского этапа турнира «Кожаный мяч». Уровень подготовки участников хороший, но никто из них не занимается футболом профессионально. Мы в этом году сделали так, что профессиональных ребят, занимающихся профессионально в Дю США, в Сибири, Сибиряка и городской школы. Здесь на соревнованиях практически не было. Кто был, мы вынуждены были применить, скажем так, радикальные санкции. Даже в младшей возрастной группе за победу бьются всерьез. На финальный матч разработали стратегию. Играли в открытый футбол и получилось. Не дали соперникам играть в свою игру и просто играли в быстрый тактический футбол. Соперники – неуступчивая команда. В финал пробивались с трудом и даже жертвуя игроками. Да вот играл как-то, пошел назад и как-то неудачно упал. Вот тут, на заре. Прямо сегодня? Нет, на сегодня, когда мы еще с «Ламинго» играли. Вроде бы 6-го числа. Победители финала в средней возрастной группе отмечают, что самый сильный соперник встретился не в решающей, а в отборочной игре. Более сильный соперник был. Просто так получилось, что он попался с нами в финале. В четверть в финале. Как закончилась игра? 3-0. А все остальные там больше счет был. Счет в финале 10-2 в пользу энергии. Они и в пас играют намного лучше, и в борьбе за мяч превосходят соперника. А вот в старшей группе противостояние получилось куда серьезнее. Тем ценнее награда. Ребята молодцы, большие. Прямо постарались, постарались, постарались. Вытащили долго, к этой победе шли. Года три мы шли. Да, у нас уже было третье место на городе. Но вот в этом году первое место. Теперь победителям и финалистам предстоит сыграть на областном этапе с сильнейшими командами региона. Испытание серьезное. В прошлом году новосибирцы уступили. И на российский финал не поехали. А берчане стали лучшими в стране в одной из возрастных групп. Михаил Якимов, Олег Кролевец. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...